К Елену принимаю. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня 10 сентября 2023 года. Мы вчера в Моцей-Шаббат начали читать Салихот. Мы, я имею в виду Ашкеназы, потому что наши братья Сефарадим читали с начала месяца Элуль. И в следующую пятницу вечером мы отмечаем первый день Рошешена, он совпадает с субботой, и второй день совпадает с воскресеньем. Вот, во первый день мы не трубим Шафар, а только во второй день. И, кроме всего прочего, у меня тут за окном большое веселье. Происходит где-то через два квартала внесение свит которых на Сацефер Тура в Асенабову. Поэтому вот немножко нас будут сопровождать веселые песнопения. Ну, по крайней мере, на начальном этапе. А мы сегодня продолжаем наш замечательный курс. И из недельной главы... Так, какая-то недельная глава, Анна? Это воелых. Это воелых. Да, мы читали две недельные главы, которые объединяются в эту субботу. Не совим и воелых. И вот из воелых Анна приготовила нам материал по параграфу Ламет Алеф 31. Так, ну, с вашего позволения можно и начать. Итак, это начало недельной главы, поэтому первое слово, оно и дает название недельному разделу. Воелых Моше Вайдебер, эт адваримха Эле Эль Коль Исраэль. И пошел Моисей и говорил слова эти всему Израилю, то есть всему еврейскому народу. Воелых, да. Обратите внимание, корень здесь, конечно, Оголех. Гей Ламет Хав. Гей выпадает первая буква. А Юд, это что такое? Это будущее время. Но Вав перед глаголом переворачивает ее на прошедшее время. Так, прошу вас, Анна, бет нам всем. Так. Так. Вайомер алыгем. Алыгем. Бен меа. Эс рим шана анухига йом. Но ухаль. Ухаль, не ухаль. Ухаль, да. Ухаль от лацет. И сказал им 120 лет мне сегодня. И не могу более выходить и входить. Ну, имеете в виду, что тут Маше говорит о том, что он не может больше снизить с народом, сопровождать народ. Не смысл, что он уже там... Но не потому, что он дряхл. Такой нервничный, что он не может уже там снизить сайт. Можно уплатить. Так. И Всевышний сказал... Всевышний сказал мне, не перейдешь ты, ярден этот. То есть, ну, не разрешено... Да, совершенно верно. То есть, выходить и выходить имеется в виду не физическая неспособность, а просто Всевышний ему запретил, сказал, что в твое время, как это было, как закончилось ваше время. Да. Потому что, потому что уже наступает время и ушло. Да, да, верно. Спасибо, Анна. Теперь гиммейл, пожалуйста, чей? Так, у нас Тимофей, конечно, как обычно. Тимофей, прекрасно, да. Гиммель. Совершенно верно. Тут совершенно произвольно в этом издании расставлены знаки припинания, поэтому мы увидим просто по смыслу, как, с какой интонацией... Я стараюсь выкидывать эти запятые, но не всегда просто. Да, они не по делу стоят. Всевышний Бог твой Он переходит перед лицом твоим уничтожить народы. Он тот, кто идет, Овер, это имеется в виду, как уточнение. Да. Яшмид, да, конечно, уничтожит в будущее время. Да. Да, идущий перед лицом твоим уничтожить народы эти от лица твоего, чтобы унаследовали вы. Да. Иошуа. Да, чтобы унаследовали им. Тут вот должна быть интенсионная пауза. А дальше Иошуа. Да, Иошуа он переходит перед лицом твоим, как сказал Всевышний. Да, 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 верно, да. Вот это... Да, да, да. Ви, Риш. Там это буквально унаследуешь им. Что унаследуешь? Землю, на которой они живут, да, теперь это твоя земля. Совершенно верно. Так. Хорошо. Да, Лид. Прошу, кто? Юля. Да. У нас сегодня короткий цикл. Юля, конечно, да. Ой, хорошо, спасибо. Всем приветствуйте. Да, я очень рада. Все равно, очень приятно. Да, я очень рада. Так, как было сделано вот этому Сихону, Огу, царям, царям Амаритов, Амаритянам. Амаритян, да. И так. И странам их, и землям их. Которые он уничтожил. И Шмидт, да, что он уничтожил их. Да, 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 совершенно верно. Что-то я собирался сказать по этому поводу. Да нет, все ясно. Спасибо, Юля, спасибо, все правильно. Пожалуйста, у нас есть Елена. Елена у нас не читает, да? Я правильно помню? Она? Да вроде да, Елена говорила с обычностью. Нет, нет, я не читаю, не читаю. Спасибо. Понятно, 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 понятно. Я просто отсутствовал два занятия, кстати, прошу извинения, просто были неотложные дела, совещания в Телевеле. Вот, поэтому я немножко могу забыть. Так, пожалуйста, Гей, тогда читаю я. Так, ун-нетан, ун, извините, ун-нетан-нам га-шем лиф-ны-хем, ва-аси-тем ла-хем, кэ-холь а-митсва а-шер-целити э-хем. И даст им, значит, я напоминаю вам, на-тан это дал, да? На-тан нам дал их, буквально передал их, а ва-ф переворачивает время с прошедшего на будущее. Так же, как здесь аналогично мы видели ва-аса, это не и сделал, а и сделает. А вот здесь, наоборот, и то же самое, да? То же самое, будущее время. И сделает Всевышний перед вами и сделает вам, как вся заповедь, которую заповедал я вам. Вот то, что говорит Всевышний. Так, Вав, пожалуйста, Анна, прошу вас. Так. Так, я просто давала перевод. А, что-то он почему-то у меня куда-то съехал. Может быть, в другом месте есть, да, да, да. Ну, как бы крепитесь и мужаетесь, получается. Да, да, вот здесь и есть. Не бойтесь, не бойтесь. Тут я не туда запихнула, ну ладно. Так, не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь и не страшитесь, буквально так. Не страшитесь. Не давали перевод старцу. Почему-то они давали перевод, ну ладно. Ага. Не бойтесь, тоже не бойтесь. И не страшитесь их, ну, от них, получается. Да, перед ними буквально, да. Почему же? Ибо Всевышний Бог твой, он пойдет с тобой. Он тот, кто идет с тобой, да. Он тот, кто пойдет с тобой, да. Кто пойдет с тобой и не отступит, ну, буквально не ослабит тебя. Не ослабит тебя, да. У меня было, что так надо съехать. РП, РП, ну, ослабит, да, не ослабит и не отступит. И не оставит тебя, да, 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 совершенно верно. Да, Анна вот обращает ваше внимание, что здесь корень не тот, что в слове РОФЕ, врач, там АЛЕФ, а тут корень без АЛЕФа. И РАПА, это РЕЙШПЕЙ, означает ослаблять, наоборот, делать слабым. Вот Всевышний обещает, что он не допустит такого, да. Да. А, вот у меня есть, я на праве, что я сейчас не учусь, я туда спешу. Да, угу. Так, прошу вас тогда, Зайн Тимофей. Тимофей. Зайн. Так, переводим. И позвал Моше, и возвал Моше к Йошуа и сказал ему на глазах всего Израиля. Так, крепись и мужайся. Верно, да. Потому что ты пойдешь, поведешь народ этот. Буквально здесь именно того, это придешь, вместо Тави приведешь, да? Да. Землю, которую обещал, клялся Всевышний Отцам, их дать им. И ты там... Да, вот здесь, иф-ин, да, ты сделаешь так, что они овладеют, да? Приведешь к обладеванию. Ты дашь им на следе, смысл такой, да? Окей. Да, да, именно так. Спасибо, спасибо, все правильно. Обратите внимание, что вот эти слова Хазаква и Амац были у нас в предыдущем посылке. Здесь есть они и здесь, в этом посылке. И книга, которая идет после пятикнижия, книга Йошоа, да? В самом начале тоже есть эти слова, что Йошоа именно этими, с этими словами обращается к народу Хазаква и Амац. То есть нет, Всевышний говорит Йошоа, вот эти слова Хазаква и Амац. Так, есть. Теперь, Хэт, пожалуйста, пожалуйста, да? Юля? Да, я вот хотела спросить, как раз насчет Хазаква и Амац, это в современном веке тоже, да, такое есть сейчас? Крепись. Ну да, это может быть, да, это может быть цитата из Йошоа или отсюда, да, Хазаква и Амац, да? Это как по желанию удачи, да? Вашим, Гу, Гаголех, Лифнеха, Гу, Игье, Имах, Ло, Ирфеха, Вело, Яскеха, Язбеха, Лотира, Вело, Техат. И Всевышний, Он как бы идущий, да, перед тобою, он будет с тобою, не то, что не даст тебе упасть, вот как-то так, не славит. Да, да, и Азав, да, Азав, это оставит. Не оставит, так что не бойся и не... Ну, получается, и не трепещи, и не страшись. Да, спасибо, Юля, все совершенно верно. Есть такое, что термины ивридские имеют некий контекстный смысл, и русским языком можно это передать, но далеко не всегда. Есть слово, например, пахад, есть слово ир-а. Мы говорим, например, ир-а-шамаин. Более точный перевод – это трепет пред небесами, это боязнь сделать что-то не то, поступить как-то не так. А пахад – это именно страх. Он может быть вызван и чисто физиологическими причинами. Но вот здесь я думаю, что термины будут одни и те же. Да, спасибо, Юля, теперь, очевидно, я. Я читаю тет. И записал Моше Тору эту и дал ее коэнам, священнослужителям, сыновьям, леви, то есть левитам, несущим тем, которые носят, арон и бит-ашем. Да, как по-русски называется слово «арон» здесь? Ковчег, да? Ковчег, да. Ковчег Завета Всевышнего. Но мы знаем, что он представляет собой, по сути, сундук. И всем старейшинам Израиля. Теперь прошу вас, Анна Юд. Так, вот. И велел Моше им, говоря, в конце седьмого года... По истечении семи лет, да. По истечении семи лет, вот... Срок. Срок праздника седьмого года Шмиты, получается, в праздник Суккот. Причем там поясняется, что это не накануне наступления седьмого года, а уже как бы когда он истекает. Да, по окончании семи дней, извините, лет, да, семи... Уже когда восьмой год начинается, на самом деле. Да, цикл Шмиты начинается восьмой год, начинается он с Росшишана, потом идет Йомки-Пор, потом идет праздник Суккот. И вот, ко времени праздника Суккот, что надо сделать, нам прочитают... Вот Шмиты у нас Какас, вот Шмиты у нас седьмой, а это уже, говорится, идет на восьмом годе. Сейчас у нас, да, в Израиле сейчас кончается восьмой год, прошлый год был годом Шмиты, да, вот, а этот год начался с того, что многие фрукты и даже некоторые овощи, да, они обладали святостью седьмого года. Это приходилось учитывать, так. Так, но сейчас Шмита уже закончилась, все, что продается, это уже не относится к году Шмиты. Так, теперь, пожалуйста, Юд Алиф, Тимофей. Да. Юд Алиф. Так, Бево по приходу всего Израиля. Да, Лерот, видите лицо Всевышнего? Буквально лицо Всевышнего. Да. В месте, которое изберет, значит, Текра будет читать Тору эту перед всем Израилем в уши их. Совершенно верно. Так, you bet. В общем, собери людей, мужчин, женщин, народ. Да, верно. Геров, которые возле ворот твоих, чтобы они услышали и выучили, и чтобы выучили, и боялись Всевышнего, Бога твоего, их, вашего Бога. И следовали, и хранили делать, делание каждой заповеди этой Торы. Все слова Торы это, учение этого. Да, да, совершенно верно. Так, да, наверное, все. Так, Людмила у нас пришла. Спасибо, Людмила слышит нас. Мы слышим Людмилу? Так, пожалуйста, you в гимел, и я убрал курсор. Людмила, да. От Г-даму кейху коль хаямим, ашер отем хаим, хаим, ал-гадама, ашер отем оврим, от хаярден, шама лериштах. Шама лериштах. Лериштах. И сына... У в ней эм и детей их... Детей или сыновей, да, их? Да, сыновей их. Не знающих и не слушающих. Которые не... Не будут знать. Ашер ловит. И не будут слушаться и учиться. Вот они тогда услышат. И выучат, да? И научатся чему? Ла-гир-а. Страху. Да, да, трепетать. Бога Всевышнего, вашего. Да. Те дни, которые вы живете на земле, которые вы в Рим перешли... Переходите, да. А какой мы сейчас читаем? Вот здесь, Югимел. Да, земле, которая... Мы поставим пока вот так, которая. Вы переходите через Ярден туда, в эту землю. Для чего? Леришта. Чтобы владеть ее. Чтобы владеть ее, совершенно верно, да. Вот слово Ашер, оно немножко неудобное, потому что, встретивши его, мы не знаем, как его перевести. Это может быть, который, которая, которую, или о которой, и так далее. В данном случае, на земле, в которую вы переходите Иордан, чтобы вступить туда и владеть ее. Спасибо, Людмила, все правильно. Теперь, после Людмилы, я вступаю и читаю вам Иордан далее. Правильно? И сказал Севышний Моисею, Вот, подошли, извините, приблизились дни твоих смерти. Позови Йошуа и предстаньте в шатре собрания. И я обезую вас, я дам вам заповедь. И пошел Моше, и Йошуа, и предстали в шатре собрания. Видите, Моше не пытался даже на секунду оттянуть мгновение своей смерти. И как только он получил указание о том, что он должен делать, он сразу же взялся делать это. И передается это тем, что в одной фразе у нас идет все это действие. Теперь, Тед, вам, пожалуйста. Пожалуйста, Анна. Так, В, Ир-А, 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 Аш-Эм, Б-О-Эн, Б-А-Мут-О-Нан, В-Я-Мут-А-Мут-А-О-Нан, А-Л-П-Т-Х-А-О-Эн. И явился Всевышний День в шатре. В столбе, да. В облачном столбе. И встал столбовичный при входе в шатер. Да, да, да. При входе в шатер, да. Так. Спасибо. Тед Зайн, Тимофей. Тед Зайн. Страшное дело. Да. И сказал Всевышний Маше, вот ты ложишься с отцами твоими. Да. И встает народ этот и будет... И встанет, да. И встанет и будет блудить за божествами... Чужими, можно сказать. Да. Да, но чужими земли, в которую он входит туда, в А-Ш-А-М. В среду их. Так. И оставят... И оставят меня, да. И нарушат, да. И нарушат... Договор со мной. Союз мой. Да, договор, который записан... Который заключен с ними. Который заключил, да. Заключен, да. Карати и Тот. Который заключил я с ним. То есть с народом. Да, да, да. Да, Всевышний говорит правду. Да. Страшное дело. Так оно и было. Спасибо, Тимофей. Так, теперь, пожалуйста, Юлия Юдзайн. Да. Спасибо, Тимофей. Спасибо, Тимофей. Спасибо, Тимофей. Да, совершенно верно. Да, я готов подхватить. Возгорелся. Да, и возгорится гнев мой. На него, на народе. В тот день я оставлю их. И спрячу лицо от них. И найдут в нем, то есть в народе, работ, плохости многочисленные. Нет, здесь идет о том, что на народ найдут на них напасти. Придут, в смысле. Придут напасти. А, на виду, да, понятно. А вот про кушать, я не поняла. Съедят их, имеется в виду горести. Его съедят. И будет он, в смысле, истребят его, его скушают. Кто-то там, не кто-то там, враги. Юхаль, это же пасиб, судя по всему. А, Вахая Лаихоль. И будет он, ну как, ну все равно. Пасхай кушать, да. И будет он, в общем, будет он съесть его. Ну, в общем, не будет вам счастья, да. Так, работа и царот, это, я так понимаю, синонимично, да? Постигнуть, постигнуть, как у нас, постигли, постигли, у меня беды. Ну вот, насилили, постигли, найдут беды, смешно. Ты от них убегал, они тебя нашли. И, Ламар, скажу в тот день. Алло. Разве не? Не потому ли, что... Ну, и он скажет, народ, в смысле, народ скажет, что... А, народ скажет, да. Да, он скажет. Бог в... Ну, в вашей среде... Да, не потому ли это, что нет Бога в среде моей, это скажет народ. Мацапуни нашли меня, Гараотга-эле. А, нашли эти мне неприятности. Да, да, да. Спасибо. Увы, увы, это так. Да, и вам спасибо, Юля, все было очень правильно. Так, теперь, пожалуйста, Людмила, так, убираю курсор. Спасибо. Спасибо. Ванохи, хастер, астир, панайбайом агу, альколь ара, ашер аса, кипана эллаким ахэрим. И я скрою лицо в тот день о всем зле, который... Ну, из-за, как бы, да, по смыслу? Да, да, да. Который сделал. Который сделал, да. И за лицо Всевышнего... Потому что обратился, панайбай, повернулся к другому. К богам другим, к богам другим, да. Спасибо, Людмила, все правильно. Обратите внимание на повторение вот этого корня сетер. Хастер, астир. Используется двойное повторение для усиления, да. Обычно говорят, совершенно скрою лицо свое. И мудрецы задают вопрос, а есть ли в Торе намек на события Пурима? И находят здесь намек на эстер. Потому что с Пурима начинается период, когда явные чудеса Всевышний уже не совершает даже для своего народа. Вот, как бы он скрывает свое лицо. И вот это вот выражение, где два раза используется корень сетер, скрывать, иногда понимается как двойное сокрытие. Это значит, если какая-то вещь спрятана от нас, да, это сокрытие. Но мы знаем, что нам ее не хватает, и мы будем ее искать. Но если Всевышний скроет само сокрытие и не даст людям почувствовать, что им чего-то не хватает, то не будет у них никакой мотивации что-либо искать. Они полностью удовлетворены. И вот это, наверное, идеал такого вот безбожного общества. То есть не просто Бога нет, а Бог нам и не нужен. Мы не чувствуем никакой необходимости в этой, так сказать, гипотезе. Вот, и кто-то из хасийских праведников говорил, что если человек чувствует, что Бог от него скрывается, и Бог ему нужен, то это уже совсем даже не сокрытие. Вот так. Спасибо, Людмила. Теперь я беру себе. Слово «шир» – песня, а слово «шира» буквально «поэзия» или «поэма», но мы тоже переведем это как «песня». Что же это за песня такая? «А сейчас запиши им песню эту и обучи ей, ламда, обучи ей сынов Израиля, положи ее пред ними для того, чтобы была мне песнь эта свидетелем в сынах Израиля». Что это за песня? Очевидно, имеется в виду то, что идет сразу после этой недельной главы, песня, с которой начинается глава, недельный раздел «Хаазины». Так, вот, это был Юртед. Теперь, Анна, пожалуйста, Каф. Так, «Ки авиену, эль аадама, ашеф, нишбаті, ле авотав, завад халафудваш, ве ахаль, ве сава, ве дашен, уфане, уфана эль элуким ахерю, ве авдум, ве не атсуне, ве гапер, в ретинь». Да, да, да. «Ибо поведу я его, а его, а ви, а ви, а ви, а ви, а ви, а ви». «Их, текущую молоком и медом, и он будет кушать, и насытиться, и растолстеет». Да, не про нас, по-моему, скажу, да. «И обратиться к богам другим, и служить им будет а в аду ма». То есть служить будет им. И не отцуни, то есть, ну, как бы, не отцунец – это, ну, как бы, богохульствовать, проклинать, прословить. Ну, в данном случае он ослушается меня и нарушит, и, как бы, отвергнет меня ГПР. Ну, нарушит, и, да, нарушит мой союз со мной. Да. «Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?» Так, спасибо, Анна. Теперь, пожалуйста, Тимофей Каф-Алиф. Каф-Алиф. Тимофей Каф-Алиф. «И будет, когда настигнут его беды большие и несчастья». «Да». «И ответит, да». «Песня эта». «Песня эта, да». «По секрету всему свету». «Да, под лицом его». «Да». 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 «Свидетельствовать, что не забыл Эпизаро от семьи его». «Да». «Потомков его». «А из уст потомков его». «Потомков его». «Потому что знаю я. Существо его». «Совершенно верно». «Да». «Я церкнул». «Которое он делает сегодня». «Да». 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 «Совершенно верно». «Да». «Страшная история». «Но, к сожалению, всё это правда». «Спасибо, Тимофей». «Теперь, пожалуйста, Юлия Кафбет». «Да». «Дай». «Тимофей». «Дай», «Обуху». «Эд не Исраэль». «И записал в тот, может в тот день, песню Эдту». «Обучил ей?», «Да». «Обучил я ее». «Да». «Обучил ей. «Сынов Исраэль». «Этот». «Да, да, да. «Передомую». «Спасибо, всё правильно». Так, Людмилу просим Кав Гемен, пожалуйста. И Мах. Да. И создал... О, нет. Ну и кто записал? А, война? Нет, цива, как митцва. А, и заповедовал Иошуа Бенуну. То есть дал заповедь Иошуа Бенуну. И сказал, усилийся. Да, будь силен, да. И крепись, ибо ты... Приведешь. Приведешь сынов Израиля в землю, которая заповедовала. Поклялся я им. И я буду... Ой. Да. И я буду с ними. А, с ними. Да, да. Спасибо, Людмила, все. Или даже с тобой. А, с тобой, с тобой. Имах, да. И с тобой, да. В женском роде это паузальная форма, да? Это просто. Да, просто для ритма. Теперь я читаю Кавдалит. И было по окончании Моше, то есть когда закончил Моше, писать слова учения этого в книгу до конца, до полноты. И что же тогда произошло, нам прочитает Анна. Кавдалит. Кавдалит. Кавдалит, да? Кавдалит, да. Кавдалит. Носителем. 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 Носящим ковчег Завета Всевышнего, сказав. Да. Сказав, что именно нам прочитает Тимофей. Спасибо. Анна, как вам? Лакаха. 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 А, Лакаха. Да. Цифра Тора Азе. Весамтэн ото. Мицат Арон Брит. Ашэм. Элокэхэм. Вегаяшам. Мха. Лээт. Так. Возьмем книгу эту. Да, это очевидная ингредиция, да? Да. Торы этой. Да. И положи им ее сбоку ковчега Завета Всевышнего Бога их. И будет там свидетельством против него. В тебе для свидетельства, да. Да, да, верно. Где именно лежал свиток на полочке или внутри, есть разные мнения о наших мудрецов. Спасибо, Тимофей. Теперь попросим Юлю. Достался ей ковзайн. Достаточно сложно. Но мы не боимся трудностей, Юля. Правда? Мы бежим навстречу с трудностями, можно сказать. Когда foarte переслить вот этот, знаете, это ма ме ма ма р е х Моти, да. Моти, потому что я знал вот эту вашу протестность, ваше непоминовение. И ваша жестоковыенность. Так, дальше. Это шея сзади, это затылок, да. ОРФ, да. Затылок ваш жестокий, жесткий, да. Ген. Ген, это они? Это как бы так же даже, да. Как то, так и другое буквально. Бе-о-дей-ми. Пока я еще был. Жив? Да. Жил с вами, Има-хэм. Айом, да. Сегодня. То есть он до сих пор жив. Мамрима, это значит, вы, опять же, не повинуетесь. Нет, это тоже как спорить. А, не повинуетесь. Да, это как. То есть пока я, когда я был жив, вы уже спорили. А когда я умру, тем более, вы совсем распоедете. Да, по этому поводу есть песенка, у нашей мэри есть парад. Вы не повиновались, были не повинны со Всевышним. И никто, который... И тем более, буквально. Тем более, после того, как я умру. Да, тем более после смерти моей. Совершенно верно. Спасибо, спасибо, Юля. Да, мы справились. А там хэм как хене практически по смыслу. Хэм как хене, да, да, да. Очень часто такое. Вот, да, буквально. Так, хэм как хэм как хэм как хэм как хэм. Элай, эд коль зікне шифтехэм, вэ шотрихэм, ва адабра. Вэ ознэхэм, эд адварим, а элли, вэ айда, ва адабра, эд а шамаем вэ эд арц. Совершенно верно. И соберите... Да. Соберитесь... Собери, собери их, да. Ам как же множественное число так хэм. Ам как хэл, хилу, да. Соберут ко мне все старейшим. Соберите, соберите вы ко мне всех старейшим. А, конечно, он же обращается не только к Моше, а к Моше и Ошо, конечно. Носное число стоит, да. Нет, это уже Маше Рабейну говорит, повелел, там идет, повелел Маше и так дальше. Вот, да, вот начиная с кавгэ идет уже слова Маше. Маше повелел левитом. Потом он сказал, что я скоро, скоро после моей смерти, ну, после своей смерти. Понятно, понятно. И он сказал, соберите ко мне всех, значит, там, начальников, всех. Торейшин шифтехэм. Угу. Вот это... Ну, буквально племя, мы переводим это как колену. Колен ваших и стражей ваших. Да. И сказал... Не поговорить, а добра. Как бы тут, получается, прошедшее. Да вот тут... А, это когрататив, да. И скажу в уши их слова эти и... Ай, да. А это свидетель. И свидетели ее... И буду свидетельствовать. И буду свидетельствовать. Тоже когрататив. Им. Да. А имя как бы, имя. А я приведу в свидетели. Им это шамай, им это арыц. Землю и небо и землю. Да, совершенно верно. Спасибо огромное, Людмила. Да, я как раз вот к концу разбора сообразил, потому что сегодня утром мы на уроке разбирали вот начало главы Азиму, и там есть Ираша, которая объясняет, почему так сказано. Там тоже повторяются эти слова, что свидетели беру я небеса и землю. Да, и вот здесь вот Макши говорит о том, что произойдет. Да, спасибо. Теперь вот, наверное, ну давайте я свою очередь пропущу. Анна, вы возьмете кафтет или вы передадите? Нет, передадим. Кому передаем? Тимофею? Тимофею. Тимофею, вы готовы кафтет? Ну да, конечно. Кафтет. Потому что знал я, после смерти моей, покинете, развратитесь, извратитесь. Развратитесь с артом и отвернетесь от пути, который заповедал я. Варам. Так. Карат. Карат. Ну вообще-то кара – это звать, называть. Почему здесь? Араа. Гористи ба ахарит аюмим. Не знаю, не знаю, почему этот корень, да. Но смысл понятен. Скинут вас, да? Ну да, придут счастья. После дней. В конце дней, да. Попрощаюсь. Да. Карат. А, может быть, встретиться. Ну, правда, кара там должен быть гней. Нет, там бедали, что да. Случится, там, случаться с вами. Да, да, да. Встретиться с вами. Странно. Там вообще без галек. Да, так. Китаасу – это ра, потому что сделает зло в глазах Всевышнего. Да, ле-хахи-со. Каас – это гнев, ле-хах-ис – это прогневить. Чтобы прогневить его в деяниях рук ваших. Деяниями рук ваших, совершенно верно. И последнее ламет. Кому мы поручим, Анна? Кто там у нас? Юля, Юля, наверное. А можно, Людмила, прочитать? То, что она попустила. Ага, да, давайте, Людмила, давайте. Пожалуйста. Ламет. И говорил Моше в уши всего общества Израиля, собрания Израиля, слова песни этой до туман. До совершения, до конца, до исполнения, да. Да, 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 спасибо, спасибо, замечательно. Так, дамы и господа, мы закончили сегодняшний урок. У меня к вам объявление. Мне предлагают работу, но, да, преподавательскую, но у меня, очевидно, будет занят вечер воскресенья. У меня остается из свободных на данный момент понедельник и четверг. И мне надо распределить их. Ну, я предлагаю вам перенести наше занятие на какой-то из этих двух вечеров. Понедельник или четверг. В любое время, как вам будет удобно. Ну, я думаю... Давайте в чате проголосуем. Да, потому что даже, может быть, оно даже будет и к лучшему, потому что у нас вот праздники сейчас идут, если в воскресенье, так у нас целый месяц занятий пропадет, потому что они все будут приходиться либо на субботу, либо на воскресенье. Да, 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 да. Хорошо, давайте посмотрим. Если мы уже сейчас будем переходить, то какие-то занятия у нас сохранятся. Верно, верно. Но это еще зависит и от Натана, конечно же. Надо подумать. Вообще, понедельник, ну, не знаю, как вот. По мне бы нормально... Давайте поставим это на голосование. Понедельник неплохо, но час шесть, потому что там восемь, другой класс. А, вот так. Ну, может быть, может быть и так, да. Пусть шесть-тридцать. Поговорим с Натаном, спросим. Я в шесть не буду успевать. Да, ну, шесть, мне кажется, рановато все-таки в шесть, действительно. Надо бы поговорить. Может быть, восемь тогда там посмотреть. В общем, надо запускать в чате голосование. Да, наверное. Надо голосование сделать. Да, мне не хочется середины говорить вас. Потому что, да, ну, люди-то работают, так что раньше восьми часов, что правда самое. Рано по 8-8. Да, да. Понедельник восемь. Дэвид Капилевич. Капилевич. А, Капилевич. Да, в понедельник. В понедельник восемь, да? Да. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет получаться, да. Ладно, может быть. Ну, надеюсь, что мы договоримся. И еще раз мои поздравления. Хорошего года всем. Гмар Хатиматова. Надеюсь, что этот год не прошел до нас попусту. И веселых праздников, и хорошего настроения, и хорошего, конечно же, приговора. Вот. И будем на связи. Смотрите, следите за чатом. Амэн, 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 вэлэха. Да, спасибо, спасибо. Всем хороших праздников. Я напоминаю, что в архиве есть записи примерно этого времени, прошлых годов. Там мы разбирали некоторые молитвы. Если будет интересно, если будет важно, вы это найдете. В прошлом году мы разбирали молитву Роша на «Онэтэнэта Кэф». «Онэтэнэта Кэф», да, да, да. Ну, и... А Елена будет читать? Просто, если кто не читает, может же в записи посмотреть. Нет, я не читаю. Ага. Да, Елена вылетела. Вылетела, да. Да-да, Елена. В записи я совсем не успеваю. Если живу, я хотя бы могу что-то поймать в записи. Нет. Ну, неважно. На меня не надо рассчитывать. Как сможет все. Нет, ну, просто у нас вот этот вот канал, он же используется всеми... Конечно, конечно. Она используется другими, поэтому она просто занята будет, если мы время... Понятно, понятно. Ладно, надо действительно поставить на голосование, попробуем. Давайте, да. Давайте, когда сделаете, тогда будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Понедельник было бы неплохо, да, понедельник было бы неплохо. Жалко, так это все. Ну, ладно, подумаем. Шабатов. Шабатов. Спасибо. Шабатов, спасибо. Да. Как-то так, ладно. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...